А перед просмотром сегодняшнего ролика, я хочу порекомендовать вам сервер HMine. HMine это уникальный политический сервер Майнкрафт, где тебя ждет много нового и интересного. Развивай свой город и государство, зарабатывай деньги и торгуй со всем сервером. Заводи новых друзей и приглашай старых. Играя с интересом, захватывая мир. IP сервера. Версии ссылка на группу ВК, на экране и в описании. HMine ждет именно тебя. Hearts of Minecraft. Да, соединение Hearts of Iron 4 и Minecraft. Недавно вышел этот мод, 10 октября его релизнули в стиме. И посмотрите, уже сразу же с менюшки нас встречает что-то новое. Погнали в синглплеер, посмотрим что и как здесь. И вот все играбельные страны, которые нам с вами доступны со старта. Кроме того, две страны здесь еще. Я не сильно знаком с лором Майнкрафта, поэтому здесь скорее всего будет много ошибок и непониманий. Но вы можете меня получше с этим познакомить в комментах, разъяснить мне некоторые вещи, которые я в будущем, может быть, не пойму в ролике и у меня будут вопросы. А так, посмотрите-ка. Вот она карта. Здесь свободные деревни и ряд стран, которые здесь проработаны и сделаны. Кроме того, здесь несколько островов, ну, несколько континентов. Я так понимаю, это основной, а сюда у нас будут телепорты своеобразные. То есть, напрямик мы переплыть сюда не можем, но с помощью своеобразных телепортов или каких еще механик здесь придумали, мы сможем переместиться и сюда, и сюда. Здесь у нас эндеры как раз таки, а здесь у нас получается свинья и прочая нечисть. Хотя нет, тут тоже эндермены, те же самые живут. Окей, просто два разных острова. Давайте посмотрим на какую-нибудь из интересных страны. Я наугад тыкну, наверное, вот в это вот. Впавшее королевство. Сложности здесь те же самые по бонусам, но, как видите, здесь сменили название. От нуба до бога. Ну, начнем мы с вами на обычном игроке. Вот мы и в игре. Смотрите-ка, карта, конечно, немного непривычная. Я не знаю, цветовая палитра меня немного удивляет. А так, наш сам король, последняя линия обороны и гвардия, которая верит в короля. Да, бонусы, конечно, тоже немного сложновато читаются, но это своеобразная стилистика мода, к ней надо будет привыкать. Может быть, ее еще в будущем много подштрихуют. По партиям, как я вижу, у нас тут демократы, социалисты, националисты, нейтралитет как раз и отдельно идут монстры. Иконки призыва здесь тоже поменяли, но бонусы стандартные. С торговли здесь все то же самое. И экономика здесь, да, та же самая, только даже на военной экономике еще не поменяли, оставили стандартный танчик. А так, остальные иконочки все сменены. По модификаторам все так же. И по поводу советников, да, тоже у советников базовые бонусы. Ну, естественно, только поменяли иконки и названия. Также есть концерны разнообразные, взятые из оригинала. Ну и тут тоже советники. По древу фокусов. В принципе, уже неплохое. Да, это одно из древ фокусов, которое при том подразумевает, смотри-ка, взаимоисключающее направление. То есть ты сможешь провести несколько партий за эту страну разных и выбрать разные пути развития. Система постройки осталась той же самой. Единственное, что нам, естественно, поменяли здесь вид фабрик. И, кстати, добавили новую фабрику. Я так понимаю, на уголь, скорее всего, здесь. Своебразно давайте зайдем в торговлю. Да, у нас здесь новые ресурсы. Сталь, дерево, разные виды пыли, уголь как раз-таки, алмазы и остальные ресурсы, которые есть. Я так понимаю, в мане, скорее всего, и здесь их тоже реализовали. Это неплохо. В атмосферу погружает. Еще бы я все это, конечно же, знал. По исследованиям давайте глянем. Такие же бонусы на исследование, но древо. Постройка древа напоминает оригинал. То есть эти же самые разнообразные роты. Здесь у нас исследование коней. Только единственное, что у нас здесь кони будут постепенно не просто бронированные становиться, а получать бонусы. Хотя нет, бронированными. Да, у нас тут, видишь, отдельно бронированные лошади открываются. То есть есть базовые, а есть лошади с броней. Окей, тоже это реализовали. Также у нас есть здесь амфибии своеобразные, лодочки. Ну и прокачка вооружения также идет постепенно. В том числе и битва ночи у нас тут тоже реализована. Саппорт здесь стандартный. Все те же самые роты, новых не добавляли. По танкам у нас распределение пока стандартное. Их здесь не перерисовывали, но в будущем, может быть, что-то здесь интересное тоже придумают. Здесь у нас с вами все те же самые бонусы, только единственные иконочки. И, думаю, то же самое, да, в индустрии. Единственное, что у нас тут нет теперь нефти. Вместо нефти у нас идет как раз таки уголь основным ресурсом. А этот ресурс у нас заменяет резину. И при том, кстати, по годам, смотрите-ка, у нас 648 год и технологии уже вот здесь вот сразу же. То есть смотри, как много этапов мы с вами уже преодолели. То есть можно почти до максимума уже качнуться прямо сейчас. Это, кстати, весьма и весьма неплохо. То есть уже страна находится на середине уровня развития. Это как примерно где-то 40-й или 41-й год стартовать в оригинальной игре. То есть где-то на этом уровне будут техи. По решениям. Здесь есть свои, при том, как я вижу, уникальные решения. Реформы даже можем королевство привести. То есть, скорее всего, когда мы объединимся. Да, контролировать все будем королевством. Мы получим немало мэнпауэра, бонусы и переименование городов. Также здесь есть пропаганда стандартная. Здесь у нас переделка индустрии. Это у нас влияние просто политики. Ну и расширение. То есть вот это вот уникальное, именно только подветочка небольшая у нас с вами есть. По самим войскам мне интересно посмотреть, что и как здесь. Какие нам шаблоны здесь предлагают. А, кстати, 9. Касок, пехотка, саппорт. И все по стандартам. В принципе, здесь реализовано. И показатели более-менее напоминают оригинальные. То есть боевую систему и бонусы от боевой системы, как я вижу, они не меняли. Так что переигрывать и осваиваться с ней по-новому не придется. Здесь все то же самое. Так что достаточно быстро можно понять, что к чему и как. Ну, как вы понимаете, павшее королевство здесь воюет с монстрами. Замбятины, которые ринулись на них со всех сторон. И будут теперь пытаться захватывать. Ух! Давайте посмотрим на стандартное древо. Например, вот у этой страны. У нас новое начало. Прокачечка всех основных направлений. И дальше выбор политического пути идут. То есть альянс, как я тут вижу, с красной розой, это, скорее всего, социализм. Здесь с павшим королевством это нейтралитет. Это наш путь. Альянс империи, я так понимаю, это национализм. Ну и альянс людской империи, это у нас с вами демократия должна быть. То есть тут можно присоединиться к четырем основным альянсам. Либо же пойти по своему пути за нейтралов. Кстати, как я вижу, есть некоторые интересные среди нейтралов. Вульфленд, посмотрите. Ох, какая милашка. И здесь такое у нас небольшое древо есть. Вульфленд будет называться Вульфлендом. Ну, неплохо. Это уже немного другой Вульфленд, который будет. То есть здесь есть уже мелкие страны. О, рядом страна котов. Кстати, тоже с очень похожим древом. То есть, я так понимаю, здесь минорные тоже немного отличаются. Потому что страны две одинаковые. И фокус у них тоже одинаковый. Ну-ка. А, да, смотри-ка. Может быть, это все-таки минорное древо. А то было не минорным. Я как раз неправильно вас... А, нет, минорное. Да, все-таки это, видимо, у разных миноров свои минорные древа, видимо. У монстров это вот такое вот древо как раз. Да, это как раз древо монстров. Куда относятся и песики с котиками. А у свободных деревень у нас как раз-таки, да, древо получается с нашим путем. То есть тут несколько древ даже у обычных стран стандартных. Давайте посмотрим на местных. Кстати, тоже нейтралитет, но с большой поддержкой демократии. Тоже вполне себе неплохое древо. То есть на несколько игровых лет его хватит. Давайте, наверное, даже для удобства вам карту Альянса включу. И здесь нет, кстати, никаких Альянсов. Думал, Альянс вам показать нет. Вопрос, что это? Это у нас пустоши, да, выходит? Да, это у нас анархия. Здесь просто пустоши, на которой как раз-таки расположена часть стран. К сожалению, у них тоже не у всех еще свои древа. Но в будущем, мне кажется, здесь очень много разнообразных сюжетиков, историй, вторжений каких-нибудь можно будет прописать без особых проблем. Все-таки мир и, мне кажется, лор Майнкрафта это просто бездонная яма, в которую можно погружаться и очень много делать. Смотрите, вот сюда. Легион Омниуса здесь есть, и у него очень приятное древо, как я... Подождите. Серьезно? Серьезно? Окей, 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 ладно, ладно, ладно. Интересный вариант. Весьма и весьма интересный. Молодая нация. А здесь она воюет с конфедерацией, которой нет своего древа. Но, наверное, она в случае чего сможет выстроить, хотя, наверное, только при помощи игрока. А Мни Мэн и местные, скорее всего, победят. Что у нас, кстати, тут с Империей? Посмотрим. Она в разруке находится, притом такой большой. Король Генрих второй. И, кстати, нет древа. То есть, Империя нам как предлагает, но своего древа уникального у нее пока нет. То есть, это тоже стандартное древо. Но уже в будущем ее планируют как интересную страну. И контентом явно будут наполнять. Знаете, что сделаем? Уйдем, наверное, в Апсерф и посмотрим, что тут в мире вообще будет происходить или же не будет на данный момент. Чтобы понять, вообще стоит ли сейчас осваиваться в этом моде и смотреть, что к чему. Либо же лучше подождать. Ушел я в Апсерф. И давайте время на максимум запускаем. Посмотрим, во-первых, что-то как-то он странно по исследованиям идет. Одну ячейка. Нет, она есть. Она просто не отображается. Все нормально, печи. И тут идет противостояние. Как я вижу, смотри-ка, его, в принципе, пытаются давить. Но он более-менее, кстати, держится. Так что шанс есть удержать атаку Орды. При условии, что, конечно, придется немножко уступить. И подождите, серьезно. Это такой резкий баф. Сразу же через несколько фокусов. Просто яишка, смотрите-ка, прошел. Хотя, смотри, здесь время летает, жесть. Как вы посмотрите, просто сюда. Буквально за секунды пролетает целый день. Здесь начинается новое мировое противостояние. Здесь просто присоединяется, точнее, новая страна к этому противостоянию. Вот в чем дело. Амнимэнов здесь начинают поддерживать. И, кстати, амнимэнов уже почти наполовину капитулировали. Вот на это восстание можете посмотреть. Капитан Индустрии со стандартным дремом. Они теперь вместе валят. Ну все, здесь уже местная конфедерация явно не выживет. И, кстати, здесь у нас яишка сделала агентство. Оно здесь реализовано вот так вот. И по бонусам здесь все, да, стандартненько. Но, наверное, сюда тоже какой-нибудь энтураж в будущем. Может быть, по бонусам немножко свои сделают. И даже, может быть, уникальные решения тоже реализуют. И подождите-ка. Аааа, вот в чем проблема. Смотрите-ка. Зомби еще вторгают отсюда. То есть вот какая проблема у королевства. Им придется отвлекаться и туда, и туда. Это весьма сложно. И яишки это явно реализовывать не так-то и легко. А так противостояние очень серьезное. Но, как я вижу, зомбари тратят очень много ресурсов. Да здравствует кровь. Вторжение легиона. То есть тут есть свои какие-то события уже. Единственное, что это событие никак не закрывается. Окей, мне это напоминает другой мой. Ну, Майнкрафт, который мы несколько месяцев назад рассматривали. Видимо, они сделаны по одной схеме, скорее всего. Просто это обновленный и расширенный вариант. Потому что там тоже было такое же окошечко, которое в итоге потом не закрывалось. Давайте перезагрузимся, и после этого оно должно исчезнуть. Да, теперь все нормально. И я так понимаю, если это мод доработка того, на который я делал не так давно ролик. Я, кстати, ссылку на него закреплю в комменте. То это неплохо. Здесь хорошо поработали над внешним видом, над оформлением. Единственное, что с солдатами еще не доработали. Опять же, те же самые, знаете, луки, которые выглядят здесь в руках обычных солдат. Ну, немного странно. Может быть, в будущем здесь делают тоже свои модельки. Эта работа, конечно, не из легких, но вполне себе выполнима. Кстати, да, они молодцы, они разобрались с вторжением здесь. И да, есть шанс, они могут сдержать Орду. И, кстати, интересно, что Ишка не просит... Ну, точнее, не берет войска вассалов под свой контроль. Это было бы удобно и помогло бы ему сдержать границы. А так он как-то своими силами пытается все это дело реализовать. Это весьма сложно. По конфликтам пока тоже ничего нового не начинается. Но за исключением того, что здесь уже все. Да, регион победил. И это, кстати, его вассал. То есть, смотри, легион Омниуса здесь на острове так неплохо обосновался. Имеет немалую все-таки армию. Свои уникальные веточки фокусов, которым позволит, кстати, наверное, неплохой такой местной силы. И, скорее всего, двинуться дальше и вторгаться в свободные деревни сюда. И, посмотрите, фокус пропущен. Типа, проваленная атака, что ли? Серьезно? Типа, не наша победа здесь даже. Просто как-то фокус странно у них пропустился. И теперь Красная Революция в Империи будет. Серьезно? Вы просто видите, да, этот фокус доступный? Ха. Ха. Надеюсь, все-таки Империя проживет и не пойдет в Красную Революцию. А то им явно будет весьма и весьма тяжело. Смотрите-ка, события еще одно. Мировой Империи объявляют войну Империи. То есть здесь начинается гражданка, революционная империя с демократами и коммунистами, ну, социалистами. И здесь другая империя с Генрихом как раз, где уже побольше национализма. Они начинают противостояние. То есть пока здесь нет своей ветки фокусов, но уже есть схема гражданки. То же самое, кстати, смотрите-ка, Баронская Республика. И, ну-ка, это где у нас Баронская Республика? Получается вот это вот, да? Баронская Революция. Националисты. Очень мало у них вообще территорий. Они воюют против страны 9-26. В то время как у Барона всего-навсего 4. Ну, как бы, Баронскую Революцию, видимо, подавят. Хотя у них есть свои веточки фокуса. А, смотри-ка, он будет за 7 дней получать под свой контроль новые территории. То есть, видимо, шанс это есть. Он сразу еще и в атаку идет. Давайте посмотрим на это добро. Ну, мне кажется, его достаточно быстро сдержат. Просто у него войск даже недостаточно, чтобы продавить. Хотя распространение... А, нет, смотри, распространение Революции он и там, и там, и там по 4 дивизии будет получать. То есть, примерно он сравняется. Но проблема видишь в чем? Что уже его столицу почти взяли. Здесь его уже зажали, а здесь по 4 дивизии, по 3 он не сможет ничего просто сделать. Его достаточно быстро перекроют. Сложно, то есть, тут за Баронство играть. И Ишки именно. Игрок здесь может что-нибудь интересное реализовать. А так, интересно. То есть, здесь сидели такие, сидели себе игроки. Вот, Бароны восстали и мешаются теперь им. Прям в тылах у них устраивают диверсии, проблемы. Ух! Ну, что-то как-то плоховатенько, плоховатенько Бароны идут. У них, конечно, есть 28 дивизий, но здесь почти с ракетка. Как вы понимаете, слишком-слишком сложно. Хотя, вот если он котлами будет активно действовать, то шансы есть. Ну, котлами именно врага, а не своих дивизий. Вот как вот это вот было, взял из котла и выпустил. То будет неплохо так. По мировым событиям, собственно, вот все эти три противостояния. Здесь не так интересно в Империи. Хотя, Генриха-то второго выдавливают. Все-таки он теряет свои позиции. И тут еще начинается новое противостояние Орды. Это уже на другом континенте. Вот здесь вот можем полюбоваться. 4.22. У них свое древо фокусов. Вполне себе такое неплохое на застройку. И здесь вот эта вот маленькая страна. Это, кстати, я так понимаю, люди, да? Да, это местные люди, которые здесь были. Но их, видимо, сейчас Орда подчинит. Потому что по раскладу сил здесь все очень плохо. 2.4 против почти 20-ки. Ну да, смотри, какое вторжение. То есть за них выжить это весьма сложно. Все, кстати. Баронская революция, смотри, подавлена. Продолжаем наблюдать с другими странами. Опять этот легион, к сожалению. Он нас прям всегда преследует. С ним ничего не поделаешь. А давайте его в сторонку просто, чтобы каждый раз не перезагружаться. Ну и все. Падение столицы. Я думал, все-таки люди удержатся. Но нет. Кстати, смотри. Здесь свои уникальные местные модификаторы. Есть иконочки к ним. Смотрится весьма неплохо. Все. Орда победила местных людей. Смотри. Она каким-то образом захватывает вот эти вот соседние территории. То есть Орда, видимо, будет постепенно у местной анархии отбирать земли, разрастаться и становиться здесь более-менее грозной силой. Притом они сейчас на пиглингов, как я понимаю. Да, пошли? Хотя это тоже ведь в виде как свинья. Или это даже, не знаю, Хейдес. У меня ассоциация Хейдес с игрой. Хейдес, если что. И так что я даже не знаю, что к чему. Но они, кстати, идут активно в котлы. Я так понимаю, это Орда вообще здесь будет просто жесть. Да, она реально просто жрет всех вокруг. Ну, неплохо. То есть они в этом плане молодцы. Они идут, 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 расширяются и не встречают особых проблем. Давайте, кстати, посмотрим, что у них творится. И у них есть ли что-нибудь по решениям. Да, есть. Они за золото себе могут покупать ресурсы. Вот в чем Бестрик. Какая интересная механика. И также они могут застраиваться. Да, новые территории у них национальными становятся. Они получают там инфраструктуру. То есть это Орда, которая расширяется, делает новые земли национальными. И, кроме того, может захватывать. Видишь, за 25 ресурсов она может захватывать, да, нейтральные территории. Интересная система. И, скорее всего, когда они начинают контачить с кем-то, у них как раз с криптовой, возможно, и начинается-то война. Да, интересная механика. То есть здесь на этом континенте будет сильно расти Орда. Поэтому пока ты там возишься в своем континенте, тут разрастется враг, который на тебя потом придет в гости и устроит тебе проблему. Но так, здесь демократы победили. Ну, нейтралитет. У них все хорошо. А здесь, как я вижу, имперскую империю тоже побеждают. Видимо, не судьба. Ну, а что у нас тут с Ордой? Орда застопорилась. Хотя я бы на самом деле не сказал, что у них так все плачевно. Хотя нет, плачевно. Они потеряли почти всю свою снарягу. Империя теперь идет в контратаку, ну, павшая королевство. А что-то рано или поздно они с Ордой разберутся. Но проблема в том, что у них, конечно, людских ресурсов тоже уже почти нет. Все-таки война их обоих истощила. Ну, в общем, вот такой вот модик. Я, как вижу, он уже стал более проработан. То есть больше начальных событий, если это именно тот мод и продолжение того, а не просто переиздание и переизделка. В целом, выглядит неплохо. Есть игровые страны, есть интересное задел на будущее, все события. Ну, и глубокие, естественно же, и хороший лор. Кроме того, меня радует вот эта вот Орда. Интересно будет как за нее поиграть, так и потом против нее попытаться выстоять, если она реально здесь захватит все-все-все-все-все-все. А потом пойдет флоргаться вот сюда. Это будет очень и очень классно. В общем-то, ссылку на мод вы найдете в описании. Можете самостоятельно его заценить. А если уже успели поиграть, то напишите, как вам. Какие у вас впечатления от этого мода. И стоит ли здесь сделать небольшой ролик за какую-нибудь из стран. А так, если вам понравился ролик, то поддержите его своим лайком, оставляйте комменты и всем до скорых встреч в новых роликах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok